Мы начинаем прогулку, автобусную экскурсию по членам Таратов. Мы начинаем прогулку, автобусную экскурсию. Мы начинаем прогулку, автобусную экскурсию. Мы начинаем прогулку, автобусную экскурсию по членам Таратов. 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 И мы начинаем прогулку, автобусную экскурсию по членам Таратов. 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 Мы даже не знаем, чего вы сейчас говорите. Я просто не ссор показываю. Далее резиденция Столыпина. Это на Мичурино, в Ольске Мичурино. Где? Проехали уже. Мы в Мичурино. Уже проехали. Начинаем, да? Вот это резиденция. Наша девушка, наверное, начинающий. Мы немножко не успеваем. Где резиденция? Проехали. Проехали. Тут тоже есть красивое здание, есть на что посмотреть. Вот резиденция Столыпина получается. А, вот это вот? Да. Короче, что мы в Ольске и Мичурино. Почему? Да нет, может вам проехали. То есть это был перекуплен, институт не приедал. Резиденция губернатора по просьбе Столыпина. Советского резиденции. Сделал проект архитектуры Крементьева. Далее, конечно, хотел бы сказать про аграрный институт тут находится. Мы это знаем. Сейчас мы поднимем к аграрному даже. Так, ну это у нас пересечение улицы Чапаева. Еще одна центральная улица. Соответственно, пересечение Советского и Мирного беремка. То есть старинная особня. Здесь у нас тоже находится. В 1915 веке был построен. Торговый центр был. Да. Про университет рассказывать. Первый центр был помещик Столыпина и Левом. В начале 20-го века в этом здании разрешалось создательское собрание, в душе которого в 1907-10-х годах был в фронтоне Телике. Вот. То есть наблюдать в аграрный институт. В начале 20-го века поздравили. Далее по улице Советского мы едем. И сейчас мы увидимся всем известный детский парк. То есть просто расскажу вам немного. Не знаю, как выглядят. Саратовцы имели, то есть ранее сейчас имеют право посещать парк культур отдыха. И ныне является и ранее тоже самый известный детский. Тут раньше находилась площадь в революционное время, которое именовалось Болтавской. Сейчас в центре площади в 1889 году по проекту городского архитекта Getting close to Children's Park. Что? Собор Княжи Владимирский. Он является уменьшенной копией Княжи Владимирского собора. 14 апреля его открыли. Аллея кадетов была. Коадицианой. По имя Панцы Преподобной Марии Египетской. Вот собор. Заехали в собор, где детский парк. Немножечко плохо у нас со звуком опять идут нашего гида. Артист-оргиментатор театрального дела Ивана Артемьевича Слонова. Именно он заложил основу знаменитой саратовской театральной школы, которая многим обязана педагогическому мастерству ведущих артист театра драмы разных поколений. Так, это вот у нас театр. Имени Слонова, про который как раньше говорили. И как раз Саратовский государственный академический театр драмы имени Слонова по левую сторону от нас. История театра неразрывно связана с именем выдающегося артиста, как я уже и говорила, театрального дела Ивана Артемьевича Слонова. Его называли общедоступным театром, потому что цены на билеты здесь были значительно ниже, чем на городском. Поэтому возможность посчитать театр многим было предоставлено. Здесь проводились множество пьес. Игралось такие, например, как пьес Островского «Гроза». В 1897 году здесь установили школа для постановки ненадолго. Еще старые домики. Очень много по Саратову старых таких домиков. Что же, новое помещение было выстроено в 1906 году по проекту саратовского архитектора Плотникова. На сцене театра ставились в основном драматические спектакли «Отелла», «Дон Карлов», «Пьеса Островского», «Чехова», «Гобля». С этим театром связаны имена выдающихся артистов «Давыдовы», «Петипа», «Савиной», «Стрепетовы», «Варламова», «Слонова», «Уратова», «Янковского». В 1916 году театр стал называться именем Островского. Но с наступлением советской эпохи ему присвоили имя Карлова. Прямо ездил на стадион «Локомотив». В 19-м столетии на месте нынешнего стадиона здесь проходили иконы и бега. Ипподром сюда перенесли в 1889 году. В 30-е годы прошлого века это место облюбовало общество медик, готовился на проект стадиона, но помешала война. Идея переоборудования ипподрома под стадион снова возникла уже в 1956 году у руководства Приволжской железной дороги. Здесь проходили футбольные матчи. Часто. А сейчас мы подъезжаем к железнодорожному вокзалу. В 1881 году была построена последняя ветка Саратовско-Тамбовской железной дороги, благодаря чему Саратову открылось сообщение со всеми крупными городами России. В том же году был построен железнодорожный вокзал, расширенный и реконструированный в 1899 году по проекту архитектора. В 1939 году на Приволжской площади был сооружен памятник Дзержинскому по проекту Сустро-Тамбовской. Замин памятника был заимствован на дискультурной композиции, так и по Соборной площади. И был поставлен памятник Александру Второму в 1911 году по проекту Сустро-Тамбовской железной дороги. По левую сторону вы сейчас можете наблюдать железнодорожный вокзал. В 1978 году вокзал был перестроен, снова расширен и принял современный вид из бетона и стекла, как вы сейчас можете наблюдать. Сейчас мы поворачиваем на улицу Московскую. Это одна из самых таких исторических улиц Московской. Здесь очень много исторических памятников. Сейчас мы с вами движемся по одной из самых старых улиц нашего города, улице Московской. Называется она так, потому что в этом направлении проходил тракт на Москву. Улица практически прямая, она делает небольшой поворот в районе улицы Октябрьской. Хорошую погоду, даже можно увидеть очертания железнодорожного вокзала. Ну, в принципе, сегодня мы можем, наверное, это наблюдать. По левую сторону от нас находятся новые казармы, ныне шестой корпус СГУ. Здесь в 1898 году были построены так называемые новые казармы саратовского военного гарнизона по проекту архитектор Салько, принимавший увеличивающийся в Саратове воинский контингент. В настоящее время архитектура казарменного корпуса существенных изменений не претерпела. Сейчас мы проезжаем по левой стороне старые казармы, построенные в 1854 году. На здании портировали военное подразделение, бывшее на постою в Саратове. В 1864-1867 году командиром гарнизонного батальона здесь служил майор Рубель, отец знаменитого художника. Это были старые милитарные здания. Следующим нашим объектом будет Саратовский государственный университет Ивне Чернышевском. По правой стороне мы сейчас будем проезжать СТУ. С левой стороны у нас МВД. Саратовский университет был основной ищущим указом от 10 июня 1909 года. По ходатайству стал Ипина, бывшего в то время министром внутренних тел. Первым ректором Саратовского университета стал ученый врач общественной деятельности Василий Иванович Разумовский. В 1918 году создаются физико-математические, историко-филологические и юридические факультеты. С 1918 по 1921 год на агрономическом факультете РУ работал основоположник российской генетики Николай Иванович Мавилов. По левой стороне Саратов находится Саратовский военный краснознаменный институт внутренних войск МВД России, который начинал свою историю с формирования в Саратове в 1932 году четырех школ пограничной охраны и войск Сезамилитаревского УГПУ имени Тержинского. Саратовский военный институт внутренних войск МВД России Начал свою историю 19 мая 1932 года. Справа от нас находится трамвайный парк. С 1887 года здесь располагались конюшни конки, а с 1909 года трамвайный парк. Конка функционировала в Саратове с 1887 по 1908 годы. Движение осуществлялось по четырем линиям – Московской, Константиновской, Сергиевской и Ильинской. Трамвай в Саратове был получен в 1908 году. До революции в городе имелось 10 линий. Все трамвайные парк. Все трамвайные парк стоят здесь. σι约 какие. ГОВОРИТ ПО-КОПИТАown СОЛНА Я часто пересекаю нас в Качевской улице Московска. Тут находится здание бывшей 2-й мужской гимназии, построенное в 1904 году. По проекту архитектора Крементьева здание сохранилось до сих пор и используется по назначению. Здесь находится школа номер 67. Эту гимназию в 1918 году окончил Виктор Федорович Блокритинов, знаменитый авиационный конструктор, создатель реактивного самолета 1942 года. С 1948 года работавшие в то время на заводе компании и занимавшиеся театральной студией. В 1938 году его заметил во время гастроли Саратовского драматического театра в Москве кинорежиссер Путушко и пригласил сниматься в кино. В итоге Борис Андреевич стал одним из самых знаменитых и любимых артистов в стране. Справа вы можете наблюдать главпочтанца, а слева двухэтажный дом Бориса Федоровича Андреева. Следующее историческое здание это автомобильный гараж Колола и Иваново, который вы видите на левой стороне улицы Московск. Построено в 1887 году и принадлежало до 1913 года владельцу зеркальной фабрики Сидову и Борисову Морозову. Но последние разорились и вынуждены были продать здание фабрики владельцам автомобильного дела Соколову и Иванову, которые устроили здесь автомобильный гараж, место стоянки, продажи, полного ремонта и проката автомобилей. А в 1915 году в здании гаража открылись автомобильные курсы по подготовке военных водителей. Было выпущено принцессу шоферов и механикам. В 1925 году увидели саратовцы и гости Саратова на потопную автомобильную конструкцию уголосатого столба с надписью «Биржа автомобилей». Вот это что-то здание неинтересно было всегда. Местный особняк. Это, наверное, какой-то особняк. Ты сейчас особнячок. Красиво отреставрировали. Красиво. Какой-нибудь депутат живет наш в Парабусске. Не знаю. Я тебе говорю. Добряк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Дом находится доходный дом Ананина и Арно. Примечательное сооружение в Саратове является бывший доходный дом Ананина и Арно. Собладельцы маловаренных заводов, построенных в 1913 году по проекту архитектора Пульмана. Дом был оснащен всеми современными удобствами, подъемными электрическими машинами, паровым отоплением, водопроводом и канализацией. На торце этого дома, обращенного в сторону улицы Московской, видны заложенные пробоины от снарядов, попавших в здание во время контрреволюционного мятежа в мае 1918 года. Стреляли орудия с Ильинской площади по зданию Совета. Первые выстрелы дали существенный перелет. В общем, в принципе, Московская, она практически вся состоит из доходных домов. То есть владельцы жили на верхних этажах, а нижние этажи были под магазины, в общем, все для того, что приносил доход. Почти все Московская так была построена. Ну, это издательство «Слово», издание газеты «Коммунисты» середины 20 века. Ну, это уже построено было в середине 20 века. Это наーー St. Коммунисты. Коммунисты. В некоторых зданиях中国 Gemara немножко старта зашелы. Коммунисты. Коммунисты. Окей-корр�語. Погол лица Снуласка. Скорремся. Она является одной из самых крупных в Саратовской области и обслуживает более 200 тысяч читателей. Ее здание было построено в 1899 году по проекту архитектора Проскурина. Слева вы можете наблюдать гостиницу Московскую. Проект здания гостиницы Московской, который находится на углу Московской Горького, разрабатывал, а потом контролировал его исполнение известных в Саратовской архитекторов далеко. Он был опытным специалистом, часто использовал в моих работах традиционные русские мотивы. Фасад украшен затейливым орнаментом из кирпича, декоративными карнизами, веселыми крокошниками. Что-то взято от распристойного городской избы, от старинок боярских палат, от знаменитой кремлевской зубчатки. Картина дополняет башенках с флёгером, балконами, ситросно-литейным литьем, периметом и оград, работанных на животно-литейном заводе Саратовской, Курчехии, Чилинску. Ну а это наше правительство Саратово-Ролдус здесь. Это локал-гавермент-билдинг, где локал-гавермент лежит. Сейчас мы проезжаем на дорогую площадь, припускающую к феатральной и началу XIX века. Вначале она закрывалась в верхних базарах. Отбор из него надо было двигаться вверх по московски, в то время главной улицы города Саратово. В настоящее время на территории бывшего верхнего базара располагается здание правительства Саратовской области. 17 апреля 1970 года при большом стечении народной театральной площади, тогда площадь дерева... Так, ну это школа здания. Не знаю, что это было, конечно, в те времена. Еще одно у нас красивое здание с альбом. При поворотстве на улице Московского с левой стороны вы могли увидеть здание, знакомое с Аратовцем. А на улице Родящего Московского это Приволжский военный округ, округной суд, столице номер 4, здание подсажен. История этого здания начинается с XIX века. Памятник Столыпину. Памятник Столыпину. Открытый 17 апреля 2002 года. Памятник был открыт в Саратове в рамках торжеств, посвященных 140-летию за дня рождения этого государственного деятеля.